2800 сообщений от жителей, более чем за год работа сервиса «Активный горожанин». Большинство из просьб жителей исполнены, но есть нерешенные вопросы. В работе находится 330 сообщений. Мотивированный отказ дан по 561 сообщению. Информация представлена на слайде. Всего в сервисе на сегодня 15 тем. Со временем они могут добавляться и убираться в зависимости от востребованности сообщений. Мэр Улан-Удэ раскритиковал сроки, установленные для работы по обращению через мобильное приложение «Активный горожанин». Например, на открытые люки дается одна неделя, на бездомных собак две недели, а на обрезку деревьев один месяц. Просьбы и жалобы горожан должны решаться гораздо быстрее. Это стандартные сроки исполнения, по которым структурные подразделения и привлеченные предприятия, ресурсоснабжающие. Ну ладно, ладно, Александр Ильич, давайте так. Вы же понимаете, вы работаете не для себя, вы работаете для горожан, для людей. И у нас городское лесничество для людей работает в первую очередь, а не так, как им удобно. Лучше давайте посмотрим, если у нас надо сократить сроки, может быть, людей количество увеличить, службу озеленения добавить, добавить какое-то финансирование, количество техники, чтобы ускорить все эти вопросы. Ну вы же сами, вот это же конфликтная ситуация, один месяц. Дальше с вами смотрим, бездомные собаки, две недели. Ну вот вы к вам забежали, эти собаки, во двор. Вы что, две недели будете в ужасе жить? Городские власти теперь будут один раз в квартал рассматривать процесс исполнения обращения жителей через сервис «Активный горожанин». С одном Ирденеев, Сергей Костенко, Новости дня.